Всем привет! Сегодня я хотела похвастаться своим приобретением. Мне уже очень давно нравится микровышивка. Вышитое украшение, венская вышивка петит поинта, сумочки, кошелечки. Я уже вышивала кулончики вот такие. Мне они очень нравятся. Но есть один нюанс, который мне давно не дает покоя. Они вышиты на Лухане 25, а она очень толстая. И если присмотреться, не знаю, видно ли на камеру, но они немного выпирают из основ. И мне это не нравится, смотрится немножко грубовато. Правильнее было бы их вышить, как и любую другую микровышивку, на шелке. Именно на шелке. Шелковая кисея, шелковая марля, шелковая канва, шелковый газ, так ее называют. Это специальная, очень мелкая шелковая канва для микровышивки. И именно шелковая канва уже много веков используется для миниатюрной вышивки. И украшение из нее получается очень красивое, миниатюрное. Действительно очень аккуратное. Я очень давно ее хотела купить, но вот проблема. В Украине ее не нашла. А то, что я видела в продаже, это пара объявлений на досках объявлений. Не внушили мне доверия. Был вариант, где даже аккаунт не указывался. Цена не маленькая. И я просто боялась получить не шелк, а подделку, обычный полиэстер. Ни в одном магазине, где я спрашивала, ее нет. Возможно, из-за цены. Она совсем не дешевая. Я заказывала ее по предоплате. Привезли мне ее из России. Ждала я ее два месяца. Причем там, где ее собирались заказать первоначально, не получилось. Но мне очень хотелось на нее посмотреть, пощупать. Ну и, конечно же, повышевать на ней. Как я уже сказала, ждала ее два месяца. Цена удовольствия на нее пошлась в 980 гривен. Пришла она вот в таком виде. Очень-очень аккуратно упакована. В целом в пакетике переложено картонкой, чтобы не погнулось. Не мятая, ровненькая. Очень аккуратно сложенная вдвое. Я заказывала 40 аккаунт. Больше побоялась. Сейчас даже жалею. В следующий раз однозначно закажу как минимум 48 аккаунт. Шелковая кисея. Она продается в трех цветах. Белый, бежевый, этот цвет с малой кости, айвори, то, что я заказала, и черный. Я решила, что белый очень маркий. А черный побоялась брать, потому что решила, что, возможно, будет сложно вышивать. Хотя вот на сегодня я бы хотела еще и черный цвет купить. Шелковая кисея продается кусочками в таких размерах. 33 на 33 сантиметра. Вот этот вот мой кусочек и есть 33 на 33 сантиметра. И его цена 980 гривен. И второй размер. Это кусочек 16,5 на 16,5. То есть, она продается в двух размерах. 33 на 33 и 16,5 на 16,5 сантиметра. Ее выпускают от 24 аккаунта и даже до 112 аккаунта. 112. Я даже буду подумать, сколько это будет крестиков в сантиметре. Там идет 24, 30, 34, 40, 48, 56, 60, 72, 84 аккаунт. Ну и дальше. Но дело в том, что в основном продается 4 аккаунта. Не в Украине, а в основном в России, как я видела. Это 40 аккаунт. 16 стежков в одном сантиметре. То, что у меня. 48 аккаунт. 19 стежков в одном сантиметре. 56 аккаунт. 22 стежка в сантиметре. И 60 аккаунт. 26 стежков в сантиметре. Больше я ничего в продаже не нашла большего аккаунта. Хотя мне, если честно, больше аккаунт точно не нужен. Я взяла кусочек 33 на 33. И, как я уже сказала, цена ну совсем не дешевая. 980 гривен. Дороговато. Возможно, можно было найти чуть дешевле. Но я заказывала в магазине в центре Киева. Больше я ее нигде не нашла, поэтому выбирать особо не пригодилось. Но осталась я очень довольна. И теперь я себя в предвкушении. Очень хочу вышить. Несколько кулончиков. Колье на шее. Вот те, что я видела в интернете, очень красивые. Возможно, сережки и браслет. Там будет видно. Из зеркальца хочу вышить. Тоже с красивой вышивкой на шелке. Я уже сделала заказ на Алиэкспрессе. Что-то у меня дома есть в запасах. Так что я уже в предвкушении. Вот купила еще цепочку от Пандоры. Хочу на нее сделать кулончик. В скором времени я что-то придумаю. Вот такая вот маленькая рамка у меня есть. Хочу еще маленькую картину вышить. Питит-поинтом. Когда я получила свою шелковую канву, естественно, я захотела убедиться, действительно ли это чистый шелк стопроцентный. Дело в том, что, как я уже говорила, я очень боялась подделки. Получить полиэстер. Но проверить, действительно ли это шелк, очень легко. Дело в том, что полиэстер, он плавится. Если же ткань натуральная, шелк, хлопок, она не плавится, она горит. При горении пепел просто рассыпается, растирается на пальцах. Если же это полиэстер, то образуется такой плавленый комочек. Еще один момент. Если это полиэстер, если это синтетика, то помимо плавления еще происходит задымленность, дым и соответствующий запах. Здесь, опять же, я этого не наблюдаю. Здесь обычное горение. Соответственно, когда я это сделала, вот я вам сейчас продемонстрирую все. Вот как мы видим, шелк действительно горит. И вот он очень легко потом растирается на пальцах. То есть, это обычный пепел. А вот так для сравнения горит ниточка CXC. Полиэстер. Синтетика. Вот дым. Пошел дым. Запах соответствующий. И вот, посмотрите. Вот, пепла нет. Ниточка просто расплавилась. И образовала вот такой вот комочек. Так можно очень легко проверять, где синтетическая ткань нитки, а где натуральная. Шелк, хлопок, шерсть. Они будут всегда гореть и образовать пепел. Не будет ни запаха, ни дыма. А вот это, вот эта синтетика. По правильному, на шелке нужно вышивать шелковыми нитями. Но я, наверное, буду вышивать ниточки ДМС. Вышивают на этой конве в технике петит-поинт. Это очень мелкий аккуратный шов. Шелковые нити, они очень тонкие, но очень прочные. И благодаря специальному плетению этих нитей, ячейки конвы всегда сохраняют свою форму и не деформируются. Шелковая кисея – это ткань с равномерным приплетением нитей. То есть, фактически, это равномерка. Конва очень мелкая. Некоторые для вышивки используют линзы увеличительные. Мне, наверное, повезло. У меня немного близорукость, поэтому линзы мне точно не нужны. И я уже говорила, что, возможно, в следующий раз закажу более мелкий каунт. На самых мелких каунтах вышивают только шелком. А иногда ниточки еще и расщепляют. Иначе они просто не влазят в тырыщик конвы. Настолько мелкий каунт. Вышивать здесь нужно очень внимательно. В связи с тем, что рисунок очень мелкий, и что ниточки очень плотно прилегают друг к другу, если один-два крестика будут не вышиты на общем фоне, то этого можно просто не заметить. Для удобства и для избежания ошибок рекомендуется закрашивать на схеме отшитые участки. Дело в том, что здесь что-либо распороть практически нереально, поэтому лучше вышивать без ошибок. При вышивке на шелке нужно правильно подбирать схему. Лучше использовать схемы с небольшим количеством цветов и избегать разбросанных по схеме одиночек. При вышивке картины это особого значения не имеет. А вот при вышивке кулонов других украшений лучше избегать лишних закрепок и протяжек. И нельзя делать протяжки по незашитому фону. Шелковая кисея она прозрачная, и они будут видны. Поэтому нельзя использовать схемы с одиночными крестиками на незашитом фоне. А так как вышивка на кисея в одну нить, на ней не используются схемы с блендами. Не используется также бэкстич, и не используется 1,4-3,4 креста. Вышивать по шелку можно, конечно, и крестиком. Но было бы лучше вышивать петитом. Почему? Потому что в этом случае из одного отверстия основы будут выходить только два стежка, а не четыре. Как в случае с крестом. Особое внимание стоит глядить освещению. Так как канва шелк очень мелкая, то желательно, чтобы свет падал прямо на вышивку. На колени, так же как и в случае с черной канвой, было бы неплохо положить ткань. Ну, например, черную или красную, какую-нибудь яркую. Тогда проще будут две стежки. Некоторые рукодельницы предпочитают вышивать, держа кисея на руке. Однако, при таком способе вышивку можно перекосить. Поэтому лучше ее натянуть. Это можно сделать двумя способами. С помощью скоб, степлера и картона или с помощью ткани. Я планирую попробовать оба способа для себя решить, какой из них удобнее. И, кстати, в сападных магазинах малюсенький кусочек шелка продаются уже натянутым на картон. Возможно, кстати, будет очень даже удобно. Так что планы у меня просто грандиозные. Мои планы, наверное, намного больше, чем этот кусочек канвейт 33х33. Но, тем не менее, есть с чего начать. И, надеюсь, уже в ближайшее время я смогу вам показать, что у меня получилось. Так что до новых встреч. Всем пока-пока.